Приветствую вас. Давайте мы с вами будем разбираться сейчас с тем, что вы написали. Значит, мой муж поехал в гости к родителям. Здесь сразу момент. Если он поехал в гости к вашим родителям, то почему один? Почему без вас? Родители, люди пожилые и если к ним не приезжать, то они волей-неволей чувствуют как бы отдаление. И вы, значит, от них становитесь дальше. Волей-неволей, опять же. Это первое. Почему вы не едете с мужем к его родителям? Дальше. Они передали кулек кому? Они передали кулек кому? Вам или мужу? Вопрос. Если вам обоим, то это одно. Если мужу, это другое. То есть, как бы, момент такой, что он, как бы, кому кулек был передан? Вы об этом не говорите. Он привез вы домой, я посмотрел, что там. Там все духи мужские и так далее. Вот именно, кому был передан кулек? Если кулек был передан вам обоим, а духи мужские, только и все мужское, можно говорить, что родители, скорее всего, просто не разбираются для них молодежь одинаково. Как и сказал мой коллега. Если кулек был передан только мужу, то, соответственно, о чем речь? Я просто думаю, что если дают, то двоим, но не как одному. Почему? Ваш муж, сын своих родителей, и если вы с ними не общаетесь, не едете, то логично, что и передавать они вам ничего не будут. Потому что эмоциональной близости нет между вами. Откуда у вас установка, что вам должны передавать? Откуда у вас установка, что должны обоим давать? Подумайте, пожалуйста, над этими вопросами, и ответы обязательно сообщите. Либо самой себе выпишите их, либо, если захотите поработать, то, соответственно, любому эксперту, которого вы выберете для приватной беседы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры подогнал «Симон» . Продолжение следует...